Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ На доме теплообменники, они тоже бывают, гниют, появляются утечки. Самая страшная утечка это не наружу, а когда теплоноситель смешивается с водой, которую он должен нагреть. Буквально вчера у нас на одном доме такая ситуация произошла. Тепловики краситель добавили, из крана горячей воды побежала зеленая вода. Это значит, что у нас болер прохудился. Обычно емкостные болера состоят из нескольких секций таких больших труб. Пришлось одну такую секцию отключить. Замена болеров это самая дорогостоящая работа, это порядка полмиллиона рублей. Осмечиваем эту работу, проводим общее собрание, на котором с жильцами решаем на сколько месяцев им разложить, чтобы было не обременительно. Полгода, где-то 9 месяцев. Если мы с жителями договорились, они начинают платить, а мы уже заказываем болер и устанавливаем его. Жильцам домов тоже, наверное, нужно подумать заранее о следующей зиме. Как им использовать время, когда дома не отапливают? Самая главная задача жителей – это спланировать все свои ремонты, реконструкции, переносы батареи и так далее на летний период. Кстати, есть несколько лайфхаков для утепления дома без вмешательства в коммуникации. Большой шкаф у холодной стены, ковролин на полу или плотные шторы. Хорошие помощники на время, пока вы продумываете энергоэффективный ремонт. Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ